всем привет сегодня я расскажу про брендовые здания в дубае что это вообще такое как они возникли какие они есть стоит ли их покупать или нет подсказка заранее не все брендовые здания хороши для перепродажи или как инвестиция сам факт что застройщик коллаборируется с известным брендом еще не гарантирую что само здание будет хорошим или то что вы его легко продадите или сдадите в аренду за выгодную рой вот начнем мы с дамаг с коллаборации с дамаг вообще что такое брендовое здание это вариант когда застройщик так или иначе взаимодействие с известным брендом как правило это что-то связано с украшениями либо же часами и эта компания делает дизайн здания а застройщик уже его строят также очень часто явление на рынке дуба это коллаборация с брендами отеля paramount отель redison ридс карлтон и другие как бы отели они могут предоставлять как сервис для здания так и просто это может быть отельное здание с номерами которая обслуживает отель и эти отельные номера тоже можно купить об этом можно подробнее посмотреть в моем видео на моем канале перейдите в оси видео там заработок на отельных номерах есть видео и там я про это подробно рассказываю сегодня не буду рассказывать про коллаборацию с отельными брендами расскажу про коллаборацию с брендами из мира моды украшений часов и так далее в общем откуда вообще возникло это явление когда да кстати не сказал на фото это савован одно из первых таких крупных брендовых зданий которая появилась на рынке дубая цены там тогда начинались от 1 6 миллиона дирхам это примерно 500 тысяч долларов вот на однокомнатные студии это было нижнее правовое значение вот это было очень распиаренное здание тут был такой сад вот рядом был сав парк так называемый все это вся эта история была рядом с центром в общем это был проект большими надеждами это было одно из в группе первых как бы брендовых зданий я позже расскажу какая его история в общем и так далее вот а сейчас до закончу мысль просто что откуда вообще появилась идея создавать брендовые здания дубай очень быстро расширяется и как весь город можно сказать строится с нуля такой уникальный опыт который может похвастаться только китайские города которые создаются путем командной экономики застраиваются с нуля прям целая мегаполис ну а здесь это и рыночная история то есть спрос на недвижимость довольно таки большой все хотят инвестировать открываться новые рабочие места появляются компании сюда переезжают и спрос как бы на недвижимость очень-очень сильно растет вот и чтобы как-то выделиться застройщики стали вступать в коллаборации с различными брендами и один из первых таких историй коллаборации это были поля с трампом гольф поля трамп вот сейчас я покажу пару фото это он на открытие только не гольф полей а кластера а кое на самом открытии гольф полей приезжали его сыновья это было дело в 2017 году дизайн для гольф полей делал известный игрок в гольф тайгер вудс вот расположена вся эта история дома хилс 2 до макилс расположена вся эта история вот дамаг хилс вот он на карте не с первого раза открыл потому что вот он примерно вот здесь находится вот здесь находится гольф поля вообще гольф полей в дубае очень много есть также вот здесь например эмирейтс гольф поля вот тут прямо напротив марины вот и вот здание есть гольф юс да потому что например на гольф поля я вот все время когда только начал работать в дубае не мог понять почему так ценится недвижимость вокруг гольф полей и пока не сталкивался думал что это из-за того что люди там хотят играть чтобы близко было ходить такие были сначала мысли но потом побывав на чемпионате мира вот здесь на эмирес гольф полях я понял что вообще гольф это супер классный ландшафтный парк в первую очередь это огромнейшего размера классный парк с озерами кустами со смена ландшафта и поэтому люди ценят это первую очередь как парк даже вот чемпионат мира по гольфу да он выглядел как следующим образом игроки в гольф играли но зрители которые пришли на них посмотреть у меня было такое чувство что 50 на 50 кто-то следил за игрой а большинство там или половина людей они просто гуляли по этому парку наслаждались когда им надоедало гулять они присаживались на лужайке смотрела как очередная группа там гольфистов там делают удар но в принципе это как параллельно было их прогулки самому главному тому ради чего они пришли так вот 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 кластер дамаг хиллз здесь трамп открыл поля по слухам да вообще вот просто чтобы узнали дамаг это компания которая в коронавирус у нее были финансовые проблемы и шейхи из абу даби из соседнего из соседнего эмирата они спасли как бы финансово дамаг зайдя в эту историю деньгами и по слухам трампу тоже принадлежит часть дамака вот по слухам первое это про дубайский про шейхов абу даби которые финансово состоят в этой компании проверена как бы информация состоит ли трампы или нет или в каких он там отношениях домоком не совсем понятно но то что у них есть совместный проект это как бы то что мы можем сказать с уверенностью на сто процентов вот они с гендиректором дома к трампе так прямо ты иванка его дочь скорее всего вот и это вот в семнадцатом году это был первый пример как такого брендированного проекта и вместе с гольф полями трамп открыл беверли хиллс драйв называется район где продает брендовые виллы от трампа вот как были там гольф поля да картинка покажу вот то есть тут везде имя трампа трамп и до этого часто участвовал в брендовой недвижимости башня трампа должна была быть на красной площади и она есть в индии башня трампа есть в нью-йорке башня трампа должна была быть на крещатике это вот киевляне кто знает не доходя до европейской площади и до стадиона динамо есть такой плод участок земли здесь не снесено здание но ничего нового не построено вот трамп должен был там строить это здание там у него не получилось вот и вообще во многих местах где-то трамп хотел свои брендовые башни строить но в итоге не везде у него это получилось вот дубай это место где то я этот проект реализовался вот вот такие виллы так они выглядят есть шоурум на территории трамп вилл сокращенно их так можно назвать виллы трампа вот есть такой искусственный с искусственными волнами тут бассейн на территории дома kills вот его расположение но не буду устанавливаться на том что там рядом кому интересно обратитесь ко мне все вам персональный там рассказ консультацию вот поговорим про вилла да то есть помимо того что здесь есть имя трампа можем посмотреть сейчас как выглядит вилла изнутри это шоурум дома kills всего вели 5 спален такой уютный дворик так а мы не можем выходить хорошо сейчас быстренько пробежимся ну первое что заметил когда смотрел эти виллы что все как как будто трамп участвовал дизайне если помните апартаменты трампа в нью-йорке там все такое в стиле ампир все такое золотое все такое шикарное черное черный и белый цвет с золотом тот трамповский стиль так ну сейчас мы буквально одну спальню зайдем я бедром как правило все со своими санузлами если у вас большая семья или если у вас есть много друзей 5 бедром на вилла 5 спальня то что вам очень понравится стоимость такой виллы от трех миллионов долларов вот такие санузлы территория есть уилл вот такая история посмотреть наверное не можем стоянка для двух-трех автомобилей здесь есть ну гостиная столовая внутренний двор место для мангала здесь есть вот и вид или по крайней мере ну зависит еще какая вилла рядом с гольф полями вот это была первая история она была очень успешно затем вторым проектом в коллаборацию компании дамаг с брендами был проект ковали tower в проекте с компанией роберто ковали здание специфическое это стиль эклектика вот разрабатывал на тот момент дизайн роберто ковали вот хотел сказать есть такая фотография где это здание на фоне зданий в марине мы сильно-сильно она отличается при этом я живу вот в одном из этих зданий и мне видно плод под застройку строительные работы на сейчас не ведутся этого здания обещают запуск марте 2026 дамаг любят задерживать строительство вот поэтому проект не рекомендовал бы к инвестициям вот дома классно делает там house и виллу например там проект дамаг лагунс так хочу у нас открылась например проект дамаг лагунс так опять опять сейчас на другой картин посмотрим дамаг лагунс вот не имеющий в принципе особой конкуренции в своем сегменте таунхаусы таунхаусы да вот они в этом ценном сегменте там грубо говоря там 600 700 тысяч долларов в принципе я бы рекомендовал например вот так то есть вылет история здесь разные кластеры там кому интересно мне на канале есть виллы и таунхаусы в дубае видео там не подробно рассказывать в том числе разного цвета надо отдельно делать видео она у меня уже есть на канале кому интересно посмотрите вот то есть вот если мы говорим там про вот дамаг лагунс я бы советовал да в этом целом бюджете дамага получилось классно сделать продукт если мы говорим про камали тавер то есть тут остались например трехбедрумные 1200 метров квадратных от 17 миллионов долларов квартиры в проекте который будет сдан марте 26 то есть ну тут люксовые 3 бедрумные остались но не суть то есть до 17 миллионов долларов я бы не рекомендовал например покупать мне кажется здание не очень симпатичным и по сути кроме классной локации плюсов таких особых у него и нет вот локация между бич фронтом и дубай марина и стволом пальмы локация очень хорошие в общем это был первый проект где такой постарались сделать очень шикарный классный интерьер и в последующем у сафа вансов а тут там в последующих проектах дамаг этот внутренний такой специальный особенный стиль такого ультра лакшери он будет только улучшаться мы посмотрим сейчас на эволюцию как бы вот этих внутренних интерьеров вот если вы хотите посмотреть как это выглядит живу можно зайти в шоу-рум сафа ван либо же очень похоже еще внутренние интерьер в гостинице с вас вот такой стиль ультра лакшери его про себя называю вот в общем сделали эту башню распродали ее практически всю дамаг с кавали и потом кавали в из-за коронавируса кавали обанкротился и дамаг выкупил роберта кавали в компанию в 2019 году и в общем понеслась впоследствии дамаг выкупит еще компанию до гри сагона ну я расскажу дальше про это все и с тех пор как дамаг выкупил кавали теперь дизайнеры роберта кавали в общем дизайнеры роберта кавали вот уже в этом году в двадцать третьем полчаса там приложить был еще в 22 до двадцать третьем еще сделали дизайнеры компании кавали с дамагом сделали рядом с первым кавали дамаг харбор кавали вот тоже это здание есть и хайня из саду клещи вот здесь локация на въезде бич-фронт этого здания выглядит он бы тут так это здание между кажется очень сильным естественно мне нравится нам какой-то гармоничная такое как волна наверху будет огромный бассейн зубы это огромный бассейн вся эта история будет на въезде в бич-фронт у нее быть собственный пляж они обещают на другую сторону будет прогулка прогулка бич-фронт хочется сказать как это в общем стоянка будет яхт и там можно будет гулять причал набережная такая вот он будет очень классно этот проект это тоже я бы рекомендовал а вот здесь цена 1 бедрум на квартиру с одной спальней 795 тысяч долларов 2 спальная квартира миллион двести тысяч долларов 3 спальная квартира миллион шестьсот тысяч долларов миллион шестьсот долларов соответственно 1 бедрум на 75 квадратов 2 бедрум на 110 метров квадратных 3 бедрум на пятьдесят шесть метров квадратных сейчас хочу показать где смотреть про это здание тоже мне на канале есть такое видео новое здание на марине специально делал отдельное видео потому что очень большим спросом пользуется марина ребят с снг людей из снг русскоязычных вот новые проекты на давай марина можете так нажать под видео под видео вот будет там агарвар ковали так нажимаете снова на марине и там я про это здание подробно рассказывал что сейчас второй раз не останавливаться вот эта история уже более стильная более классная надо проговорить обязательно особенности дамака значит вот если взять дамаг да и мр вот и морот здесь на бичфронте здесь есть издание то кстати рендер не передает полную картину как это будет вылить мр государственный застройщик дубай дубай то есть он принадлежит шейху и из-за этого он получает лучшие локации дамаг покупает неплохие ком локации неплохие но за большой прайс покупает место для стройки плот для стройки поэтому как вот из общения с менеджерами дамака я для себя вынес следующую пункт их стратегии они покупают задрогать землю хорошей локации они делают здание в коллаборации это фишка дамага у них что сейчас не проект все в коллаборации и по максимально высокому прайсу продают эту историю при этом они экономят на внутренней отделке это боль дамага это вообще больше всех застройщиков дубай но там и к особенно они экономят на внутренней отделке и с той расчетом что если вы хотите вы можете просто внутренний интерьер переделать сами просто взять сделать там ремонт но внешность здания его локацию не переделаете то есть максимально за это платить а интерьер то есть вам базовая комплектация предоставляет очень много жалоб на интерьер дамака вот то есть вообще вот сейчас я перейду к проектам в коллаборации с дегрис огона там хотел рассказать что на дамаке вот если вы инвестор заработать сложно надо дождаться пока здание будет достроено и с прайсом минимум 30 а то и 40 50 процентов от то его прайса который застройщик продавал инвестору выкупить это здание и сдавать в аренду зная что продать вы его скорее всего не сможете или это будет очень очень сложно это вот первый вариант удачной взаимодействия с дамаком либо же купить и жить самому и сделать там ремонт если где-то будет это необходимо вот в лично локации в распиаренном здании но купить и перепродать скорее всего не получится не получится просто если проанализировать сток так называемые то сайты где инвесторы которые купили за срочкой перепродают до property finder бою он завален просто домоком и никто его не покупает почему потому что он изначально стартовал с максимальной ценой для этой локации как будто эта квартира уже готова вот потому что внутри там плохой его качество внутренние отделка и энд юзер его не перепродаж есть какой-нибудь upper house там эллингтон или ладно из готовых что-то покажу например marina gate marina gate а его тут наверное и нет нет есть джомер ливен marina gate здесь такое здание на марине она супер качество там даже сейчас огромное количество людей хотят просто жить вот марина gate от селя групп она не брендовая но она просто классного качества и люди как бы хотят там жить и люди которые попали здесь они могут перепродать большим доходом или там мар бич фронт чуть не все здания там достроены но цена взлетел в два раза она не брендовая просто локация очень крутая и все и хорошая приемлемая отделка вот поэтому это важно проговорить что покупая брендовое здание вы не гарантируете для себя что все захотят купить но очень распиарен до вопросов нет вопроса с дальнейшей перепродажи стоит то есть под инвестицию под перепродажей не советую если сдавать в аренду жить самую хорошая классная идея плюс два момента еще спросу мешает то что эти проекты штампуются раз в месяца стабильно выходит новый проект брендовый это вот реально мешает потому что человек который хочет брендовом за не купить и лучше купить у застройщика с рассрочкой если бы это было одно брендовое здание вышло и все на этом история закончилась тогда бы к этому зданию который вышел был повышенный интерес то было что-то уникальное свободе но эти брендовые здания они штампуются они выходят один за другим и в принципе в принципе нет никакого резона покупать и платить стоимость сразу человек может ту же квартиру купить у застройщика просто и платить ему рассрочку это вот мешает понять истинный как бы спрос на брендовую недвижимость пока были так что перепродать очень сложно именно за домах я сейчас говорю не за все вот то есть главное что нужно знать замоком виллы таунхаусы хорошие стоит своих денег перепродаются с наценкой хорошая история выросли в два раза во время к вида брендовые здания в центре города пока перепродать толком никого не получается и здание штампуются раз два месяца и это мешает продать инвесторам которые зашли и купили у застройщика уже вот теперь хочу рассказать про сава вам вот она на картинке очень классная башня то есть ее делали в коллаборации с до грисагона вот и также дамаг выкупил до грисагона в 2022 году после к вида компания вот то есть дома купил очень много квартир господи брендов которые теперь с ними делает коллаборации с ними выпускает здание вот значит здесь начиналась история 1 бедрумная квартира 440 тысяч долларов вот такой вот был интерьер вот это был первый пример когда дайте ультра лакшери интерьеры дамаг представил тогда такого очень толком нигде не было только веселась в гостинице вот такая история очень она интересная просто такой сад там должен был быть попугаями очень долго можно рассказывать на самом деле но интересный проект но как бы учитывая то что рассказал выше то есть ну вы понимаете если для себя и если вы готовы потом сделать небольшой там ремонт доделать ремонт за дамаком крутая история вот есть особенно холостяки мужчины очень нравится сама концепция такого крутого брендового здания которые есть только у них такая как дорогие часы дорогой автомобиль дорогая квартира вот сава была бы у нас слухов кстати что вот сейчас вот вот откроет сава 2 потом появилась что вот-вот сав 2 была в красном цвете сава вам было в зеленом это как рубин и сапфир они должны были еще соединены быть таким фуникулером поверху так давайте мы посмотрим фуникулер если у нас в в общем между двумя башнями должен был быть такой фуникулер еще в планах планах это же в планах потому что запуск скорее все будет задерживаться и двадцать шестом году он еще не будет стан тут такой бассейн в общем супер навороченное супер крутое здание который находится в парке которого очень крутые интерьеры в планах очень все супер классно вообще просто по ультра лакшери стилю конечно сложно назвать соперников очень все классно должно быть и люди особенно которые не были в дубае не разбираются в компаниях в их истории часть чаще всего они смотрят на эти картинки им кажется что сав авансов 2 это самый крутой что может быть в дубае вот сав 2 был сделан с дегри сагона это швейцарский бренд ювелирных изделий и вот они сделали в стиле зеленого драгоценного камня и красного драгоценного камня соответственно две башни вот так же сделан был проект элегант ставор коллаборация с дегри сагона такая у извините извините нет это за хармурадом как раз таки элегант был сделан вот это модельер очень известный вот здание находится в здании находится также таунтауне так общей элегантс у нас должны быть в общем должен быть где то здесь может его отнесли к теперь у нас на нашей карте наверное вовне внесли вот ну история с элегантсом тоже там ну и быстро стараюсь все расскажу все поместилось да с дамоком уже как бы закончить в общем классно здание брендовое многим на внешне также нравится но как слиток золото проблема у здания то что она в окружении очень высоких многоэтажек находится вот то есть выглядит эта вся история будет когда достроена будет вот так очень высокие здания вокруг очень маленькое здание внутри при этом но концептуально она классно как и все брендовые здания томат она визуально классно красиво вот внутри будут эксклюзивные показываем мод от зухар мурада женских этих платьев там они будут продаваться только в этом башне некоторые будут коллекции продаваться зухар мурада внутри там классные интерьеры здание само не коробочка с каким-то претензий на какой-то стиль все проблема у здания одна в окружении небоскреба вида будет никакого под аренду классно но в принципе как все с дамоком под аренду классно особенно если купить по хорошей цене его под перепродажу сложно это что касается дамок а теперь я расскажу про коллаборацию даму бы компания с состав марта есть этот проект буквально последнего сейчас тип астон мартина вот это проект который был запущен буквально меньше месяца назад чем этот проект известен будет мне в нем мебель от астон мартина но то о чем сразу застройщик не рассказывал будет брендовая мебель не везде а только в sky вилла то есть в других пентхаусах и в лобби здания сам здание будет выглядеть из таких двух плоских книжек с бассейном который будет соединять вот плюс надо знать что это очень классный поймет план то есть 10 процентов для бронирование март 23-го года 10 процентов потом по проценту в 8 месяцев 5 процентов на 11 месяцев по 5 по проценту пять процентов и потом 35 месяцев пост хендовер по проценту в месяц то есть 35 процентов постхендовер это сейчас хорошо это сейчас классно что можно сказать про это здание до находиться на будет делать это же район как бы неплохой даже очень можно сказать классный район вот здесь будет находиться здание вот здесь рядом с мариной все люди бы как бы ничего такого придраться ни к чему но проекты denubi они не очень хорошего качества на самом деле даже вот если в этой ценовой категории брать азизе вот то азизе намного качественные проекты вот если там взять даже я могу сказать я вот эти две компании могу сравнить вот на проекте на проекте вот здесь в discovery kindness находится азизе шеисты и дануби элиц по-моему вот ну вообще настолько разного класса здания хотя они примерно в одной цене 6 6 новый бассейн классно с подсветкой даже часто фотографии здесь будут так вот такой очень классный бассейн ночью у него подсветка реально классный вот именно как я сейчас говорю за качество локации это бюджетное здание вот я могу сказать за качество внутренних материалов за качество отделки это еще когда настроилась да все хорошего качества она прочная она симпатичная бассейн до 22 часов работает сервис да здесь есть сауна мокрая сухая баня и спортзал круглосуточно ну к сожалению я фотографии не делал а здесь как бы фотографию да очень классно для своей цены здание от азизе супер рядом находится до нуби но вот они как бы на локации одна цена практически то есть но намного хуже качество реально хуже поэтому когда вот объявляют коллаборации aston martin с до нуби это кажется что значит дизайнера aston martin а будут делать там дизайн но по сути дела за этим громким названием скрывается то что просто мебель от форме талия компания которая выпускает мебель вместе с крупными брендами вот это форме талия им сделать мебель для лобби и для skyview все дизайнеры не участвуют в интерьере ни в чем мебель классно но просто почему бы не купить качественного сдать наука и вот у меня просто такое отношение почему не купить от качественную мебель форме талия в качественное здание для чего нужно рисковать инвестициями просто инвестициями в этот проект просто ради этой мебели но по сути это так и есть мебель классная она качественная она интересно выглядит она похожа на то как вот мебель от дизайнера погани который дизайнер ламборджини он делал внутреннюю отделку в g1 я сейчас про это расскажу просто и обратите внимание сейчас какой-нибудь возьмем в общем у нас такого автомобильном стиле можете это видел у ламборджини сейчас да то есть все таки кресла не как автомобильное кресло вот в таком дизайне то есть и такая форма как как будто это часть автомобиля даже сам дизайнеры рассказывал как бы как они делали вот и можно купить классный качественный дом за классную цену поставить туда эту мебель и он только будет дороже от этого стоит вот такие проекты которые раздувают как бы хайп вокруг своего проекта они классные только последующей аренды то есть вы можете сдавать в аренду вот это здание и и туда же поймут план то есть под аренду сделан да то есть чтобы вы сдавали в аренду и погашали платежи с аренды и какую вот эту например фирму донубе очень любят индусы и вот какой-нибудь гражданин инди приедет в дубае устроиться на работу или просто там с туристической целью на три недели 2 и он будет выбирать и тоже он видит что вау астон мартин данубе от астон мартин вау и выберет это место чтобы пожить там где неделя но когда он захочет здесь жить долго и будет рассматривать квартиры со встречного рынка ну донубе кстати он тоже может купить но массе своей люди не выбирают для конечной жизни донубе из-за опять-таки не очень высокого качества внутренних материалов цены тут студия 260 тысяч долларов однокомнатная 410 тысяч долларов но для этого района цены классные но и компания как бы донубе это не целой группы не эллингтон эллингтона есть в глт например апперхаус там цены были выше но там здание бутиковый застройщик то есть люди для себя покупают либо же инвестор заходит и потом он знает точно что кто-то для себя потом будет покупать когда здание будет достроен он без труда перепродаст с наценкой то что это качество здесь это просто хайп и пиар вот искай вилла которые будут оснащены мебелью в коллаборации астон мартин от двух миллионов долларов но здесь как будто сами создатели этого здания как они как будто понимаешь здание будет брать в основном под аренду они делают полностью меблированные апартаменты они делают классный план рассрочки который может покажется с аренды не как будто как бы сами не против такого отношения к своему дому вот то есть хайп и еще раз хайп значит есть такое здание g1 downtown и здесь часть здания делал дизайнер погани который делал дизайн для lamborghini и вот эта коллаборация вот погани вот его дизайн lamborghini вот эта коллаборация действительно качественно вот эта коллаборация действительно крутая вот это действительно то чтобы я рекомендовал покупать вот это здание g1 downtown и просто чтобы сравнить да и вроде там и там автомобильные бренды там или дизайнеры связаны с автомобилями участвовали как дизайнеры но это вообще не сравнить вообще вот для людей которые разбираются так сейчас мы стараемся звук убрать звук не убирается ну не суть мебель в стиле автомобилей там такие картины в виде турбин там разные чертежи очень такое крутое и и в целом вот этот проект от донубе ну кажется что вдохновлен вот такие картины там в общем и мне кажется что этот закос под этот проект только здесь это реально как бы качество только здесь это реально качество а в том случае это просто пиар и вот кстати как как бы опять таки про вот этот пока не меня есть отдельное видео если вот вдруг там я часто прописывать цифры еще под видео хочу показать кто смотрит мой канал кто смотрит мой канал регулярно потом чтобы не пересматривать видео если вам там нужно просто цену там узнать или что вот смотрите вот этот видео про вот это здание брендовое которое сейчас рассказываю вот и вот вот пока не то врат трех миллионов долларов квартиры можете прямо здесь нажимать и тут я продробно очень рассказываю пропагане там больше девяти минут именно про это здание от кого заинтересовало тоже как пример коллаборации с брендами только это как пример удачной коллаборации и здесь вот именно для себя очень многие люди покупают потому что ну опять таки для холостяков ну наверно потому что автомобильная тематика до холостяки очень любят этот проект он очень супер ультомодный и классный по качеству что можно сказать и классно локация все звезды сошли жизнь пример удачной коллаборации и вот и напоследок я еще расскажу так хотелось бы конечно разобраться с зависимые программы получается сделать да здесь все запишется бенгати проект от бенгати проект от компании бенгати которая тоже бюджетном сегменте всю свою жизнь работала вот и она решила перейти в хай люкс почему она решила перейти в халюкс и почему все фирмы переходят в халюкс данубе тот же самый что такое только проект в коллаборации с астон мартин тоже проект перейти в более дорогую недвижимость и вот на моменте перехода это это всегда риск потому что не строили бюджет на жилье тут они хотят что-то дорогое построить и возможно у них не получится они этого никогда не делали тут те же были риски с бенгати который в коллаборации с джейко беко анонсировали ноябре декабре прошлого года 22 года самое высокое здание дубай который должен был быть даже выше чем бурж халифа локация него рядом с гостиницей слс и парагонов дамаг то есть рядом с бизнес-бэй на другом стороне канала вот анонсировали этого квартира 2 миллионов долларов и в итоге так до сих пор здание не было распродано не было конкретных цен предлагал за строчек собирать письма об интересе так называемые expression of interest это когда чек дает задаток например там 40 тысяч дирхам там 10 тысяч долларов и говорит я хочу одна бедра вну с видом на бурж халифа вот вам или там какую-то сумму да я понимаю что не будут примерно миллион долларов как только они выйдут вы меня наберите если все как вы рассказываете там все будет договоре я беру и это идет как задаток вот этот expression of interest или если его набирают говорят знаешь мы говорили бы 2 миллиона долларов вот есть все их уже все как бы разобрали есть за 3 миллиона долларов только человек может отказаться сказать не мы так договорились возвращайте назад мое письмо об интересе и вот на стадии этого писем об интересе но уже три месяца социальная отмазка бенгатти что внутренний дизайн здания еще не готов зачем тогда было делать мероприятие на кока-кола арене непонятно вот кстати джейкоб ако он кстати знает русский язык потому что он родился в бухаре еще в советском союзе потом он регулировал нью-йорк где стал создавать свои часы а вот это вот гендиректор бенгатти компания вот компания массовая застройка у нее ну то есть много строит вот так правильно будет сказать качество тоже был я был один раз в гостях бенгатти миллиниум кажется здание называется сейчас я точно вам скажу это было напротив пенсулы миллиниум бенгатти мне не понравился бы пусть это не выглядит как хит но бюджетных фирмах есть получше застройщик застройщики которые за эти же деньги более качественно строят здесь красивая картинка соответствует реальности даже вид на пенсулу был в этой квартире где был в гостях не на бурж-халифа но какое-то чувство что там все это дешевое разваливающееся я бы не с этого либо же по сдачу в аренду если только после локации тоже у них бывает очень классно так хотелось бы показать конечно со стороны это здание но такие планировки там интересно но не искупают они вот эти интересные балконы интересная планировка она не компенсирует как бы не очень качество строительства внутри плохой бассейн плохой спортзал то есть продувается вот этот подиум не такой подиум где приятно вечером посидеть а такой подиум вечером холодный ветер с пылью дует и в общем мне не понравилось вот я первое время записывал только про то что нравится но так как спрашивают периодически про эти брендовые здания вот решил рассказать поэтому проект получился рискованным его судьба дальнейшем непонятно возможно даже не будет построен хотя стройка там какая-то началась какие-то свои начали забывать вытянет компания не вытянет непонятно да и вот еще проблема с брендовыми зданиями если бы дамаг показал пример что вот у нас был проект там дамаг ковали вот он как выглядит вот он как внутри а пока все это строится там все запуск 26 там год не раньше и пока настроиться на хайпе на красивых рендерах на красивых картинках многое продано но как оно будет в итоге как бы никто не знает вот в чем проблема это риск будет будет ли оно такое как бы вот я вот могу это здание до показать на рендерах велениум дэнгатти но красивая но красиво и очень покажу просто фото здесь такое вообще класс фотографии не поймешь что она какой-то дешевая внутри или прикольно оранжевый цвет золотой на канале плывет яхта даже где-то есть яхта шейхин раз же автомобили рядом ездит ну я как бы шучу но ну на картинке непонятно как оно будет в реальности единственное чего мы можем отталкиваться это от опыта предыдущей постройки до здания я знаю что я был в этом здании на картинке на классная в реальности не очень я бы там не жил и потом компания анонсирует с классным брендов часов вопросов нет мы строим вот такую здоровенную штуку где будет все круто и где цены как бурж халифа конечно пока у этой компании не получится классная башня уже один раз если бы они одну башню построили строили вторую и бы размели просто но так как сейчас за эту стоимость можно купить бурж халифа ничем не рискуя готовы квартиру за 2 миллиона долларов там зачем вкладывать что-то рискованно то есть это риск как бы не оправданно кажется потому что до этого компания не очень хорошего качества здания такая логика ну последняя даша хотелось бы показать это то что это башня последняя на в коллаборации живи к банку и этот дизайнер часовщик доделает эти часы на заказ очень классные красивые и ну кто знает может как бы получится все хорошо но часы однозначно классные застройщик однозначно справлялся с средним уровнем качестве среднего качества как бы с этими среднего качества с домами как оно получится у него потом мы не знаем вот при этом проекты в дубае есть очень интересно есть позитивные примеры коллаборации как например погони интерьеры от погони вот есть рискованные как в юзда ноби как бенгати бурж бенгати есть такие проекты которые мы уже как бы знаем что от них ожидать там виллы или таунхаусы домака небоскребы ковали до игры сагона мы примерно знаем что там от них ожидать что это будет классно под аренду это будет классно для жизни холостяка но это будет плохо под инвестицию в дальнейшие перепродажи об этом свидетельствует то что рынок вторичной недвижимости завален предложениями люди не могут продать даже со скидками эти здания пошли изначально цена была завышена вот это никак не отменяет их красоты их уникальности уникальности рынка дубая где вообще такие здания возможно возможно когда эти здания будут достроены цена на них будет очень высока и спрос на них будет высок и мы все как бы будем кусать локти что не вкладывали туда я просто высказываю свое мнение когда-то адрес дебяр когда строился многие топовые опыт вот этот адрес дебяр очень много опытные брокеры говорили тут цена завышена как это все будет мы не знаем лучше не брать итоге цена там в три раза почти увеличилась ошибки как бы советников по инвестициям тоже могут быть вот я вам только говорю свое мнение надеюсь что вам понравилось видео здание реально красивые симпатичные невероятные такое есть только в дубае вот такие сады на уровне 41 этажа спасибо за просмотр если у вас какие-то дополнительные вопросы вы можете обращаться ко мне по телефону указанному под видео я с радостью вас проконсультирую всем хорошего дня позитивного вкладывать только в те проекты которые сможете перепродать и заработать оценивайте риски риск должен быть оправдан всем хорошего дня до новых встреч риск риск за